Творение святого Ефрема Сирина Надгробное песнопение Страница 555 Преклоняет главу свою Адам И делается добычей змея Вопиет он от скорби и болезни И нет помощи несчастному Исполины сыны Сифовы и Еноховы Эти славные прекрасные исполины Не имевшие в себе недостатка Все истреблены смертью в Шиоле Кто изобразит ужасы страны сей Кто опишет, какими она окружена Страхами Собрагается всякий Кто не вступает в нее Предверником там смерть Стражами заключенных демоны Домоприставником Сленье пожирающее телесную красоту Увы Что осталось со мною, братья мои Плачьте и рыдайте о мне несчастном Меня заключает в себе Шиол Смерть зияет на меня устами Вижу, как тленью предаются ею плоти прекрасных дев Как все их красоты в Шиоле обращаются в отвратительную гнилость Мог ли кто, братья мои, спастись из этой страны и рассказать, что делается там Описать все бедствия, какими наполнены стогны ее Плачьте, братья мои, о самих себе Ежедневно плачьте друг о друге Потому что лишены там будете любви И сообщества любимых вами Веселится и радуется смерть Ликует Шиол и молчит С радостью отверзает врата свои Поглощает роды и поколения И как привык этот лютый мучитель поглощать прекрасных Так поглотил и похитил он в область свою Прекраснейшего и святейшего Вел в темнице свои чертоги И сокрыл там Исполина Но величественно восстал крепкий Связал смерть в собственном жилище ее Оковал и низложил мучителя, который величался над человечеством В конец разорил он ненасытый Шиол Который поглощал и терзал даже плоти святых Воззвал он, и в трепет пришли демоны И тьма содрогнулась от глаза его В ужас поверг он дружиной полчища смерти Кинает смерть в узах своих Громкого пиет Шиол в своих владениях Издает в нем глаз свой лев И все врата его сокрушены Пали стены сластолюбца Преклонились исполины его Потому что взывает в нем грозно орел Христос, сын крепкого бога Постромлена теперь смерть Паникла глава этого мятежника, возмечтавшего быть богом Христос раздался глаз в царстве пагубы И мятежник пал И паник главою Христос воззвал Адама из тьмы В какую был он погруженный Сказал, где ты прекрасный Адам Обостенный некогда Советом жены Восстань теперь прекрасный Восстань верительственный И распленный образ Сокрушена уже глава Змиева И смерти сатана умершлены Восстань через единородного сына И возвелись отца и духа Он воскресил тяд своих Чтобы наследовали они жизнь В брачном чертоге Восстань прекрасный Адам Созданный рукою отца Тебя ожидает Эдем Жилище твое утраченное тобою рай Восстань вместе с тядами своими Воскресни силой того Что создал тебя в начале Давно уже сетуют о тебе Райские древа Восстань прекрасный Поругайся над мусителем Который терзал твою плоть Наступи на главу Змию Который алсит пожирать пхенцов твоих Восстал Адам Поклонился Господу Снишедшему взыскать его И сказал Вместе с тядами своими Поклоняюсь тебе Господи Пришедшему восставить нас падших Поклоняюсь тебе Господи Бог мой Благодарю тебя Спаситель Избавляющий жизнь нашу от смерти Которая так долго ругалась Над моими членами Умоляю тебя Боже мой Не оставь меня Господи В этой стране Чтоб не терзал меня Более сей убийца Искренне Всегда посетят щедроты твои Жизнь наша и свет наш Потому что и вначале По благому изволению Поставил ты нас в раю В раю я когда слышал я Глаз твой скрылся Потому что был нагрд Но в месте палубы Где лежал я Услышал глаз твой Ободряясь духом Хвала тебе Господи Что спасаешь меня Хвала тебе Что воскрешаешь меня Мертвого Весь род наш Приносит тебе Благодарение За то что воскрешаешь Нас мертвых Хвала тебе От горних Которых вначале Возвелися ломановение Твое Исповедание тебе От преисподних Которых воскрешает Повеление Твое Божеству твоему Воспевает хвалы Вся вселенная И исполнение ее Хвала тебе От всех уст Потому что Ты един Достохвален Тридцать Плач умирающего Отца семейства Время позвало Меня возлюбленной Идти от вас В всю обширную Область Которая простирается До обители Ишиола Внезапно Застиг меня Посланный Ко мне Вестник Незаметно Подошел Ко мне Взял И повел Меня От сели Просил И умолял Я его Чтобы дозволил Еще мне Остаться И посмотреть На любимых Мною Но не склонился Он на моления Мои Не захотел Принять от меня Никакого Дара Не знал я Что это Ангел смерти Который Не взирает На лицо Грешников Но почел Его Подобным Нам Человеком И думал Что можно Склонить Его Дарами Когда же Улыбился Это Страш Шеола Исчезла У меня Надежда Жизни Пришел И пришел Я В смущение Отзора Его И в ужасе От глаза Его Великий страх Поселил Он во мне Содрогание Привел И душу И тело Потому что Начал Отделять Во мне Кость От кости Отделил Член От члена И душу От спутника И ее тела Совлек С нее Потяную Ткань Свил Ее И унес Порвал Струны На цернице И умолк Звук Ее Песни С корнем Вырвал Древо Жизни Погубил И цвет И плоды Его Замкнул Уста Для слова Изъял Свет Из очей С треском Угас Светильник Увяла Красота Ланит Тело По писанию Обратилось Сродно Ему Петь Что Теперь Наследники Мои Делать Мне Разлученному Со своим Имуществом Для других Я трудился И собирал А сам Далеко Теперь От всех Строил И расширял Я домы Сооружал И для Лета И для Зимы И ныне Смерть Заключает Меня В темный Рог И Всего Сделано Мною Ничто Не сопровождает Меня Кроме Грехов И преткновений Богатство Мое Остается Другим Собою Уношу Одно Бремя Своих Преступлений О Лучше Бы И Проступком Моим Остаться Так же Как и Богатству Лучше Лучше На Меня Меня Издали Как На Чужого Что Делать Вам Наследники Мои Лишившись Отца Своего Кто Воспитает Ваше Детство Кто Заступится За Вас Сирот На Вас Обрушился Ныне Этот Дом Потому Что Я Оставил Его Вы Стали Как Птенцы Лишенные Своей Матери Богом Заклинаю Вас Братья Мои Возлюбленные Мои Поминайте Меня Всегда Никогда До Нему Тратится У Вас Память О Мне Будьте Вместо Отца Сиротом Лишившимся Отца Поддержите Дом Оставленный Тем Кто Заботился О Нем Внимайте Апостольской Заповеди Словам Святого Духа Они Повелевают Вам Всегда Иметь Попечения О Сиротах И Вдовицах Поэтому Выполните Просьбу Какую Слышите От Меня Чтобы И Вас Услышал Милосердный В день Воздаяния Заклинаю Вас Возлюбленные Будьте Миролюбивы И Снисходительны Послушайте Мудрого Советника И попекитесь О спасении Душ Своих Посмотрите И вникните Какую Выгоду Извлек Я Из имения Своего Ничто Не пойдет Со Мною В шоу Кроме Бремени Грехов Моих Не скорбите Возлюбленные О том Что лишились Вы Отца Всевышний Отец Сохранит Вас От всякого Вреда Всемощная Сила Которая Сопутствовала Иосифу И питала Его на чужой Стороне Будет И вас Руководить По милосердию Своему И о вас Иметь Попечение По благости Своей Отцу Своей 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 детей моих. Меня не будет здесь, чтобы воздать вам за сие. Вместо меня воздаст вам Бог, богато в царстве. Много страшат меня в шеоле грехи мои беззакония. Их винил в том, что детей моих сделали сиротами. Помоги и сохрани жизнь их ты, вещавший у пророка, мне предостав детей твоих. Я поддержу и пропитаю сирот твоих. Иеремия 49, 11. Утешь скорбящих, потому что по велению твоего владычества разлучает меня смерть с детьми моими. Милосердие твое добудет для них матерью. Оно да сохрани ты их под сенью своею. Помилуй же меня, Господи, как разбойника, по милосердию твоему. Сподоби меня щедрот твоих, призри воспитай их, чтобы возблагодарили они тебя за милости твоих. 31. На кончину матери семейства. Привел я себе на мысль смерть Евы и содрогнулся, объятый ужасом. Привел я себе на мысль час ее отшествия и вдруг напала на меня скорчь. С глубокой горести сказал я, лучше бы не быть несчастливей ее рожденных. Тогда не мутительствовала бы надо мной смерть, не ужасал бы меня день отшествия. От нее получил начало день смерти. За нее умираем мы. Что польза от того, что она была уже в подружии и в помощницу Адаму. Она навлекла смерть на час своих. Сделала, что умирает ее возлюбленная. Ох, как доступ плачевен день ее отшествия. Как горит час ее смерти. При этом приходит на мысль смерть каждого человека. Припоминается страдание всех. Жизнь не была для нас сетью. Смерть ее стала памятником скорби. Когда исчезла уже крепость сей, умершей в день смерти. Исполнившись печали и горести, призвала она к себе и сынову, дочерей, и сестер, и подруг своих. И как скоро бела взорами окружающих ее. Увидела, что собрались ее возлюбленные, и громко сказала, стала плакать и рыдать. До слез довела всех своими воздыханиями. Скорбь возбудила в них горькими стенаниями. Итак, начала свои жалобы. Что делать мне, дети мои? Насильно ведут меня отсюда. Кто же это разлучает меня с вами, возлюбленные? Кто же это отторгает меня от вашей любви? Кто же это уводит меня от вас, дорогие и горячо любимые дети мои? Кто похищает меня из среды вас, возлюбленные мои, которых с великими заботами воспитала я? Ради вас я некогда утратила девство свое. А теперь не дозвольно мне порадоваться на вас, которых родила и воспитала. Кто возвратит мне дни моего детства, годы моей юности, когда не было у меня ни детей, ни беззаконий, когда была я чиста от грехов и жила безбрачно? Кто даст мне увидеть вас такими же, какими Соломиния, когда видела любимцев своих? О, тяжкий долг, оставленный нам Евою в наследствах. Смерть требует уплаты. Ты, матерь живущих, стала для твари матерью смерти. В скорби, с болезнями, с опасностью жизни должно ей стало и зачинать, и производить на свет, и предавать погребению. Если бы не вела она смерти в мир, то не рождала бы в болезнях. А теперь постигает ее наказание. За вину ее умирают дети ее. Смотри же, матерь сия, черь Евы, и нам напоминает день смерти. Вот взывает она к детям своим и с тяжкими воздыханиями отвечают ей дети. Любимая, любимыми тобою, матерь, кто берет тебя из среды нас? Вот, посмотри, собрались дети твои, жажду сладких речей твоих. Возведи взоры твои на окружающих тебя и взгляни на милых тебе. Вот стоят они у твоего ложа и как к невесте взывают тебе. Для чего оставляешь безмолвную, матерь? Прежде была так словоохотно, а теперь смерть наложила на тебя молчание. Проси руки свои, полилей детей твоих. Обними, облабызай любимых тобой, открой уста твои. Спой им нежные песни, ибо вот лежат они перед тобою, простершись на земле. Где неусыпная твоя попечительность? Где заботливость твоя о детях твоих? Где сладкий твой голос, призывающий любимцев твоих? Куда пойдем мы отыскивать тебя? В какой будешь ты стране, чтобы полететь нам, как птенцам, и увидеть тебя, и снова утешиться? Входим во внутренность дома, там пустота, печальная тишина. И камни жалуются на это, помня о прекрасных твоих распоряжениях. Кто увел тебя из дома твоего и обратил его в необитаемую пустыню? Кто похитил тебя из жилища твоего и наполнил то скорби и грустью? Кто остановил шаги твои? Кто удалил тебя из дома твоего? Кто разлучил тебя с нами? Кто лишил нас твоего лицезрения? Склони к нам слух свой, ибо вот к тебе взываем. Отвечай нам, ибо вот плачем мы. Утешь сыновей и дочерей твоих, ибо вот сетуют они о смерти твоей. Ищут тебя подруги твои, желают беседы твои призывать, призывают тебя. Повторяя прекрасное имя твое, но не отвечаешь ты им, как бывало прежде. И начинают они плакать и сетую жалобную зывать. Для чего молчишь ты, любезная, и не слышишь подруг своих? Вот все здешнее место жаждет речей твоих, потому что все мы лишены твоих и бесед. Что же делать мне, подруги? Смерть разлучила меня с вашей любовью. Ангел смерти не позволяет мне боли наслаждаться вашим сообществом. Как хищник напал на меня, повел, повлек меня насильно. Не знает он, что такое просьба, ни во что ставит всякое моление, Никакой плачевный вопль не трогает его, Никакие болезненные встинания не возбуждают в нем сострадания. Не обращает он внимания на дары, не включается золотом, Разлучает матерь с детьми ее, И они остаются сирыми, лишаясь ее сообщества. Немало не щадит он прекрасных, Немало не милует сильных, губит красоту лица, И в гной обращает ее в шиолю. Опаляет привлекательный свет кожи, И красота тела исчезает мгновенно, Мраком покрывает свет очей, Заграждает слух глухотою. Смрад превращает всякое убранство, Все украшения попирает во гроб. Всякий уста заставляет взбывать, Увы, всякий голос облекает болезненностью. Вот наследие, какое оставила нам, Умирая проматерь наша, Ева. Вот рукописание долгов ее, По которому смерть взыскивает рост. Вот дом, построенный нашей проматерью, Это гроб, тьма, мучения. Вот брачная сень, какую падшая проматерью, Готовила и снарезила дочерям своим. Вот посланная ею ложа, На нем тела умерших относят ко гробу. Вот путь, какой проложила нам Ева, Не ходит по пути этому ни один живой. Эта стезя, протоптанная нашою проматерью, Ведет отшедших во гроб. Теперь смотрите и вникните, подруги, Что приобрела я от жизни? Что кроме грехов, беззаконий, Гиенского огня, тьмы и мучений? Все украшения остаются в стыде, Все убранства приведены в оцепенение, Сняты с меня дорогие цепи, Смерть не любит никаких нарядов. Эти одежды, которые с трудом готовила я сама себе, Потеряли цену и стали ничто. Расстроилась, в беспорядок пришло сплетение волос. Прочь от меня обольстивший меня мир, Не знала я его лживости. При моем вступлении в него не сказала мне, С временем оставишь ты меня. Не замечала я его привратности, Не замечала, что смерть заставит его молчать. Не думала, что погибнет для меня со временем Это обольщающий меня прикрашенная персть. Пусть же с ним остается вся нечистота, Какое сквернило я себя. Видела я, что мир привлекателен и прекрасен, Как цветок в весенний месяц, И не подумала, что придет время, Когда сожжет его летний зной. Как цветком обольстил и вовлек он меня В сеть своей юностью. Как приманку рассыпал передо мной серебро и золото И уловил меня, как голубку. Все, что приобрела я, зачем гонялась, Далеко от меня стало в день смерти. Красота, которая манила и увлекала меня, Истлела с приближением смерти. На время, только данное, добросветность тела Прошла и сложена на землю, в землю. На юность, так пламенеющую любовью, На детство, столько любезное, Налегло ярмо смерти, Чтобы все это погрузилось в шеоли. Поэтому всякое, Если любит наряжаться в одежде своей, Пусть придет стыд, смотря на меня. Если увеличается она убранством своим, Пусть взглянет на меня и облечется в сетывание. Если привлекательна она лицом, Обворожительной статностью тела, Пусть в гнилости моей ищет красот своих, Потому что и она так же вскоре сотлеет. Если пленяет ее детство, Если горделиво хвалится она своей юностью, То пусть размыслит, что обледется она для гроба, И в тлении превратится в шеоли. Если вводится она в обман красотой И страстно любит наряды, То пусть придет, посмотрит на меня в день смерти И научится презирать обманчивые прекрасы. Ничто не избавляет от смерти, Ничто не спасает от гроба, Не спасут ни братья, ни родители, Ни дети, ни сын, Ни знатный дом, ни славный род, Ни друг, ни возлюбленный, Не спасут ни золото, ни серебро, Ни красота, ни убранство, Ни пышность одежд, Ни наряды, ни дар, Ни приношения. Не спасут ни богатство, ни имение, Ни чин, ни могущество, Сопроводят только до гроба И оставят там, как чужие. Нет пользы умершему ни в слезах, Ни в сердечной печали, Ни в скорби, ни в воплях. Ему сопутствуют дела, Его деяния, Его сопровождают, Его. Только молитвы и милостыни Идут с ним, Сопровождают его. Только вера в истинное учение, Как все оружие прикрывает его собою. И так, с воздыханиями, Скорбным глазом, Помолимся все Богу. Прими, Господи, по милости Твоей, Дух рабы Твоей с миром. По великой благости Твоей, Всели ее с праведными и святыми. Оставь, прости, Изгладь долги ее, И не войди с нею в суд. Не помяни прегрешение ее, В руки Твои предала она дух свой. Охрани ее крестом Твоим, К Тебе взывала она в день смерти своей. Услыши, Услыши глаз молений ее, Присоедини ее к лику святых, Да с ними и она воспоет Тебе хвалу. Ибо Тебе единому подобает хвала От мертвых и живых во все времена. Аминь, аминь. Тридцать два, На кончину матери семейства. На очах слезы, В ушах глаз и вопли, В устах, Увы, Сердце скорбь. Ты, Господи, Утешь меня. Этот день разлучил жену Сию с домом ее, И благоустройство его Пришло в упадок. Рушилось, Погибло. Свет твой, Господи, Да благоустроит его. В этот день, Плачем, Облекся весь дом. Самых стен его Коснулись скорбь и печаль. Твое утешение Да озарит его. День рождения ее Стал для нее днем смерти. В жизни ей были скорби. День смерти ее Как печаль всем подругам ее. Хвала тому, Кто взял ее. В том шеоле, Которым поглощаются Мертвецы всех времен, Ее плоть сотлеет И обратится в прах. Твое воскресение Да восставит ее. Пришла, похитила, Извела ее из дома И ее смерть. И до дня воскресения Положила ее В дом гроба. По мгновению Твоей воли Душа ее Оставила тело. По мгновению Твоей воли Тело стало Прахом. Воззови ее, Господи, К новой жизни. На кончину Монахинии 33 Святых и праведных Господь, Воздающий награду Всякому трудившемуся, Прими дух рабы Твоей И упокой ее В чертоге радости. Полюби Твоей, Господи, Сподобие рабу Твою В день откровения Твоего, Насладиться блаженством В тех горних небесных Обителях, Где блаженствуют Святые. Твоей, Господи, Волей руководилась Она от юности До старости. Теперь настал Конец ее, Даруй ей жизнь В день пришествия Твоего. Не отринет Трудов Твоих судья, Ходящих по правде, Наградит Твои подвиги Благие, Которого Ты Пламенно возлюбила. За телесные Твои подвиги Вселит Он Душу Твою В блаженную Обитель. Долг Мой Путь, Сестры Мои, Шествие Продолжается Веки. Молитесь, Чтобы в мире Достигнуть Мне Уготованного Мне Чертога. Не бойся Многотрудного Пути Сестра Наша, Послал И ведет Тебя Тем Праведной, Он Приведет Тебя В пристань. Ужасает Меня День суда Божия Сестры Мои. Господь Исследует Все дела Мои. Ему Известны Все Помышления Мои. Не Трепещи Испытующего Сокровенная Подруга Наша. Ему Известно, Какой Стремилась Ты Цель. Он Он Воздаст Тебе Старичную Награду. Усугубьте Молитву О Сестре Вашей Возлюбленные Мои, Сестры Мои, Дочери Мои, Владыки Мои, Повелители Мои, Отцы Мои, Потому Что Разлучилась Я С Вами Навек. Ты Молись, Святая О Сон Нашем, С Которым Разлучилась Ты. Он Не Будет Уже Более Наслаждаться Любовью Твоей, Восхищаться Целомудренной Беседою Твоею, Вспоминая Обдение Твое Пост, Твое Молитву Твои Ежедневные Добрые Дела Твои Скорбит Болезнует Плачет И рыдает Сон Наш Господь Истинный Наша Надежда И все Обетования Его Не Ложно Он Сказал Кто Чтит Праведника Во имя Праведника И не решится Воздаяния Своего Уповаю Не на Правду Свою Возлагаю Надежду Не на Добрые Дела Свои А только На Него Он По своему Обетованию Воздаст Вам За то Что ради Его Почтили Меня Грешницу Молитвы Всех Святых Да Сохраняют Вас От всего Вредоносного Да Будет Благословен Глаз Ваш Да Будут Прославлены Уста Ваши За то Что с любовью И с песнопениями Святого Духа Предали Вы Меня Погребению Тебя Умоляю Творец Мой У Тебя Прошусь Щедрот Хотя Многочисленные Вины Мои Но Молитва Моя Да Будет Благоприятно Тебе Ты Который Даешь Награду Всякому Труждающемуся И Мзду Всякому Подвязающемуся И Для меня Господи Вознаградей Обитель Сию Которая Нашла Я Себе Убежище Возвелись Милосердие Своё К сонму Сестёр Моих С которыми Разлучилась Я Да В день Славного Откровения Твоего И он Вместе С тобой Войдёт В брачный Черток И Вы Сёстры Мои Да Услышите Глаз Сына Божия Который Скажет Вам Придите Наследуйте Царство Уготованное Всем Святым Денно Ночное Бдение Вашей Чистой Молитвы Да Благоприятный Вот Жениху Которому Служили Вы В чистоте Молитесь Обо Мне Возлюбленные Мои Чтобы Достигнуть Мне Мирной Пристани Вот Спешно Пришёл Ко Мне Взявший Меня Внезапно Восхитил И Повлёк Меня Пресечен Путь Мне К Дому Божию Не Касается Ноги Моих Порогов Его Не Предстоят Уже В Нем Умолк Среди Вас Голос Мой Умолк В Сон Вашем Песнопении Мои Внезапно Постигла Меня Смерть И Схитила Из Вашего Лика Наложила Молчание На Звучную Цевницу Мою Оборвала Струны Гусли Моих И Плоть Мою Лишила Чувств Полных Жизни Отлетела Душа Удалилась Из своего Жилища В котором Обитала И Осталось Одно Тело Как Дикое И Необитаемое В пустыне Когда Предстоите На Молитве Умоляйте За Меня Бога Ходя Обью Родила Я Во Грехах Твоих Однако Ж Не Отрекалась От Веры С Грехах Господи Утешь Меня Этот День Разлучает Заних И Невесту И Веселые Песни Применяются Им В Плач В Подобие Господи Быть На Брачной Твоей Вечере Мир Взывает К Тебе Приходи И Трудись Гроб Взывает К Тебе Иди Немощный И Успокойся Хвала Даровавшему Тебе Упокоение День Смерти И Детей Влечет Во Гроб И Прекрасная Юность Вергает В Шеол Да Возвеселятся Они Господи В Чертоге Твоем О Юность Венец Старости Кто Уничтожил Красоту Твою Кто Сделал Что Увяло Благолепие Твое Да Возвеселится Она Во Царстве Плач Старость Лишившись Юности Которая Как Жезл Служит Старцу Опорой Жизни Да Подкрепит Нас Сила Твоя Господи Тридцать Исполнено Дарь его Некогда Блаженством День смерти Отходят Отлучаются Родители Оставляют Детей Своих Сиротами И Беспризорными Ты Господи Воспитай Их В этот день Брат Разлучается С братьями Уменьшается Число Их И в перстах Оказывается Уже Недостаток Ты Господи Восполни Число Их В сей день Супруг Разлучается С супругою Одиноким Остается Ребро Потому Что Нет Уже Подружия Его Да Свидятся Они Друг С другом В Эдеме Тот День Который Разлучает Друзей Как Двух Валов Отрешенных От Единого Ярма Соедини Их Снова С Твоей Любовью День Рождения Твоего Обрадовал Родителей Твоих День Кончины Твоей Опечалил Наследников Твоих Да Увидят Они Тебя В Эдеме 36 На Смерть Малолетнего Сына Любезный Сын По Божьей Благости Образовавшийся В Матернем Чреве По Божьим Щедротом Приявший Совершенный Свой Вид Как Цветок Явился Ты В этот Мир Скорбей И Вот Попалила Тебя Смерть Ее Принесен Малолетнего 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 Возрасти его, Господи, в чертоге Твоем. Этот день возбуждает в родителях скорость, утратая детей, потому что смерть сокрушает опору их старости. Ты, Господи, подкрепи их. Этот день отъемлет нередко у матери единородного, лишает ее руки, которая до то ли ее поддерживала. Ты, Господи, поддержи ее. Вот день, который разлучает младенца с его матерью и оставляет ее в грустном одиночестве, в скорби и печали. Ты, Господи, утешь ее. Вот день, который грудного младенца отрывает от матернего лона, рыдает и сетует матерь, что не стало ее утехи, да узрит она его во царствие. Блаженно детство. Оно наследует рай. Горе старости. Она остается здесь на бедствии. Ты, Господи, помоги ей. 38. О памятовании смерти. Не забывайте, братья, где вы ныне и где будете наутро. Иные вчера беседовали в домах, и ныне молчат в гробах. Блажен, кто в этот день помнит о будущем дне. Сравните день с днем. Дни путники. Не находя себе постоянного жилища, не отыскивая даже места для отдыха, предваряют они друг друга, отлучаются друг от друга. Блажен, кто отлучился ко Господу нашему. Смерть преклоняет ухо свое, подслушивает, где, думаем, провести лето и где зиму, и налагает она в хищническую свою руку. Блажен, кто помышляет о том, что он смертен. У брата с братом сомкнуты руки. Внезапно проходит между ними смерть. И вот оторван член от члена, а одна часть разлучена с другую. Блажен, кто отлучился ко Господу нашему. Смертью сильных отъемлет жизнь, склоняет к земле. И содрогание приводит состав их. У дверей дома готовит им смиренный гроб. В Шиоле слагает мощные кости их. Благословен, кто посрамил ее костями Елисея. Приходит смерть и похищает сочетавшихся браком. Пустеет супружеская ложа. Радостные песни обращаются в вопль. Ликование изменяется в плач. Блаженна ты, дева, отрекшаяся от брака. 39. Бренность естества человеческого. Придите, братья, посмотрите на это тление во гробах. Как самовольно властительствует смерть. Как губит она человечество и расхищает его с призорством. Посрамила она Адама по праву гордыни мира. Человечество не зашло в Шиол, предается там тлению. Но некогда восприиметь жизнь. Обнами же воскресеньем тварь свою, исполненный щедрот. Придите, посмотрите на этих червей, которые покрывают тлеющие тела, во множестве поверженные смертью в ограде мертвых. Гамана из Икииля 35.16. Там, как видимый образ разрушения, лежат мертвые тела, изъеденные мольей и червями, которые не уважают никакой гордыни, посрамляют всякого заблудшего, гонявшегося за суетами этого скорбного мира. Придите, любезные и прекрасные, и во гробе, этом месте скорбей, увидите страшное зрелище, сотлевает там всякая красота. В прах обращается всякий наряд, и вместо благоухания смрад тленья гонит прочь всякого приходящего. Почему никто и не может туда превзойти и посмотреть на ближнего своего? Придите сюда, князья и сильные. Посмотрите, что с гордыней, посмотрите, до какого уничижения доходит род наш, и невысоко цените громкие свои титла. Им конец смерть. Выше всяких мудрых книг, мертвые тела сии всех, взирающих на них, учат, что всякий человек не зайдет, наконец, в сию глубину уничижения. Придите, славные земли, величающиеся и превозносящиеся своими преимуществами. И вместе с нами посмотрите на сие посрамления в Шеоле. Одни из них были некогда властелинами, другие – судьями. Они величались венцами и колесницами. Но теперь все попираются ногами, смешаны в одну кучу праха. Как одинакова их природа, так одинакова и тление. Склоните взор свой в эти гробы юноши и дети, красующиеся своими одеждами, гордящиеся своей красотою. И посмотрите на обезображенные лица и составы. Подумайте об этом жилище скорбей. Ненадолго человек остается в мире, а потом переселяется сюда. Поэтому возненавидьте суету, она обольщает своих служителей, рассыпается во прах и не достигает конца своих стремлений. Придите вы, безумные корыстолюбцы, которые собирали кучи золота, строили величественные домы и гордились имением рабами и наемниками. Мечтали, что любимый вами мир вечен. Придите и устремите взоры в гробы. И посмотрите. Там бедные и богатые смешались вместе, как будто и были они одно. Сорок. Плач умирающего юноши о суете мира. Для чего ты, временное жилище, привело меня к мысли полагаться на жизнь? Для чего ты, греховное море, погрузила меня в бездну? К чему была тебе преждевременная смерть извергать меня в это бедствие? Иду туда, где заимодавец отпустит мне долги мои. Обольстил ты меня мир одеждами, приманил своими благами, как птицу поймал подложенную приманкою. Сделал, что ловил я руками летучие тени. Подобно обманутой сонной мечтой, занесся я вверх, и ты погубил меня. Разбойник похитит только временное богатство и скроется. А ты, хитрый тач, обнажил меня совершенно, отнял у меня внешнюю, похитил у меня и внутреннюю красоту. И я, обнаженный, стал злосчастным, опозоренным беглецом. Видел я в тебе мир подобия чего-то, погнался за ними, даже возгордился, как овладевший чем-то неприходящим. Но как скоро в сильном желании своем захотел увеселиться красотой юности, Внезапно вторглась смерть, и радости опали, как свет. И вот, все чувства мои огорчились несчастьем, плачем наполнились уста. Воздыхание порождает из себя дух мой. Слезы у меня на глазах, оковы на руках и на ногах. Ты, Иисусе, по обетованию своему разреши узы мои, чтобы мог я словословить тебя. Это море, в которое пустился я, ища там себе приобретений, воздвигло на меня бурю и потопило все сокровища мои. И, ой, если бы погибло в нем одно мое имущество, а сам я спасся из бездны его. Но вот величайшее мое бедствие, не в силах я поддержать сам себя. Когда родила меня матерь, и первоначально вступил я в мир, Плач вложил мне в уста этот мир, живище скорбей. И теперь, когда должен я отойти от него, слезами и воздыханиями напутствует он меня, Умоляя судью помиловать меня, бедного грешника. В исполненной мечтании ночь мысль о гробе приводила меня в трепет. И теперь приблизилась смерть, и расторгает союз моих членов. Потому напал на меня ужас, а огонь ожидает члены мои. Ты, врачерство жизни, обретенное мною, тобой да спасусь от огня. Час смертный привел меня к покаянию, и этот один час служил я тебе. Присисли меня, Господи, к последним из рабов твоих. Прославлял я благость твою, да умилосердится же там ко мне правда твоя. Умолял я тебя, спаси же меня и тобой, да буду избавлен от огня. 41. Молитва умирающего о помиловании на суде в день воскресенья. Горе мне. Приходит день воскресенья и уже близок. Тогда делавшие добро разлучены будут со всеми уклонявшимися от добра. 42. Что же мне делать, если за всякое слово должен буду дать там ответ? 43. Не призри, Господи наш, на вины мои и грехи мои. 44. Не осуди меня, Господи, в тот день. 45. Миновались дни жизни моей, прошли они один за другим и исчезли. 45. И ой, если бы мне так же не иметь у себя и скверн, как лишен я добрых дел. 46. Но я пал, Господи наш, не призри на вины и грехи мои. 47. У меня нет ничего, чем бы оправдаться мне. 48. Ангел смерти внезапно не зринул и поверг меня во тьму. 49. Ты, всемилостивый, манием твоим воскреси мертвенность мою. 50. Да славлю имя твое. 50. Не праху словословить тебе и возвещать хвалу тебе. 51. По тем щедротам, которые не спослали тебя к нам, не оставь меня безнадежным в Шиоле, но воскреси меня по благости твоей. 42. День общего воскресения. 4. Том Ефрема Сирина. 5. Как скоро повеет ветер воскресения, воедино соберутся кости праведников, и по глазу трубы воскреснут они силой воскрешающего их Бога. 5. В этот день, когда воскреснут праведники, обновится небо и земля, и чтобы не потерпеть утраты сынам брачного чертога, дадут они отчет. 6. Совершенные возрадуются во царстве, присоединятся к ангельским ликам, услышат радостный глаз трубы, и с победными песнопениями низложат смерть. 7. Когда же воссияет свет праведным, нечестивый лицемер подвергнутся осуждению, и будут мучиться в огне и тьме, потому что в гордости своей уничижали они праведников. 7. Райская дверь сама собою отверзится для праведных, как скоро приближатся они к ней. 8. Сестью встретит их, сперегущий ее херувим, ударяя в струны цевницы. 9. Узрит они гениха, который явится, и с победной песней придет от востока. 10. Он даст им крыло, чтобы могли немедленно лететь на воздухах и поклониться ему. 11. Придите, сыны света, скажет тотчас Иисус возлюбленным своим. 11. Примите венцы в награду трудов ваших, наследники неприходящего царства. 12. И праведники и грешники проходят через искусительный огонь, чтобы выдержать испытания. 13. Но проходят праведники, и огонь спокоен. 14. Едва же увидит он нечестивых, как возгорается пламенем. 14. Пустеет Шеол, и делается землей ненаселенную, отверзаются гробы и опустевают. 15. Сыны Адамов восстают из праха, и твари воспаряют ко Господу своему. 43. Блаженная кончина детей. 45. Залогом у тебя добудут дети сии, да вкушают они блаженство горе на небесах, да предстоят там молитвенниками за всех нас, потому что детская молитва чиста. 46. Благословен дарующий детям блаженство в чертоге своем. 47. Восприял некогда Спаситель наш детей на руки свои, благословляя их предсонмами народа, а тем показал, что любит он детство. 48. Потому что чисто оно и далеко от всякой скверны. 49. Благословен вселяющий детей в чертоге своем. 50. Праведный вид, что лукавство умножилось на земле, и над всеми владычествует грех, потому посылает ангела своего взять от сели сон прекрасных детей и призывает их в чертог радостей. 51. Как лилии в поле пересажденные в рай дети, и как жемчужины в венце, переселенные в царство младенцы, неумолчную воспевают там хвалу. 52. Кто не будет радоваться в виде детей, отводимых в брачный чертог? 53. Кто станет оплакивать юность, если избегает она греховных сетей? 54. И нас, Господи, вместе с ними, возвеселив в брачном чертоге. 54. Хвала тому, кто изводит от сели юность и переселяет ее в рай. 54. Хвала тому, кто берет детей и оставляет их в чертоге блаженств. 54. Безопасно там радуются они. 54. Блаженство умерших в младенчестве. 55. Хвала Тебе, Боже, наш из уст грудных младенцев и детей, которые, как чистые агнцы в Эдеме, упитываются во царстве. 55. По сказанному Духом Святым, векиле 3.4.14, пасутся они среди деревьев, и архангел Гавриил, пастырь Сихстат. 55. Выше и прекрасней степени их, нежели девственников и святых, они, сяда Божие, питомцы Духа Святого. 56. Они сообщники горних, друзья сынов света, обитатели чистой земли, далекие от земли проклятий. 57. В тот день, когда услышат они голос Сына Божия, возрадуются и возвеселятся кости их. 58. Преклонит голову свою та свобода, которая не успела еще возмутить дух их. 59. Кратки были дни их на земле, но блюдется жизнь им в Эдеме, и родителям их всего желательнее приблизиться к их обителям. 55. Утешительная надежда воскресения при внезапной кончине брата. 55. Благословен Христос, сей ключ отверший шоу. 56. Он снова придет и отверзет его в день воскресения. 57. Кто разлучил тебя с нами, возлюбленный наш? 58. Кто устроил тебе чертог в шеоле и сделал безмолвным глаз твой? 59. Вчерашний день и телом был ты здрав, и бодр душою, а ныне смерть тебя безмолвного заключила во гроб. 59. Течальный чертог устроила тебе смерть, но не скорби. 60. Христос придет и восставит тебя в день воскресения. 60. Тело твое уподобилось глыбе земли, которая ни к чему не годна, но в день воскресения оно сделается лучше всего. 61. Видел языки или животворения мертвых, когда сказал, что видел, как совокупляются кости, каждая к составу своему. 61. Образ воскресения дан нам из зерне горчичном, которая падает на землю, умирает в ней и снова оживает во образ воскресения. 62. Отложите плач Адамову чада и приобретите упование. 63. В конце времен придет Христос и воскресит нас. 63. Из персти сотворен человек в начале, и из ничего создал Бог словесный образ. 63. Зимой персть взял Творец и образовал человека, и вот тлеет он до дня воскресения, который получит вечную жизнь. 64. В день воскресения возгремит на земле великий глаз, и восстанут мертвые, услышав глаз царя Христа. 46. Воскресение Лазаря, как удостоверение в общем всех воскресенье. Хвала Тебе, оживотворяющей мертвых в гробах их, и облекающей их великою славою в день воскресенья. 47. Настало время возлюбленной спросить себе щедрот, придите и уравняем себе путь, ведущий к царству. 48. Господь наш Христос, любовь Свою к земнородным показал в любви Своей к Марфе, Марии и Лазарю. 49. В воскресенье на знаменной Господь наш говорит ученикам Своим, 50. Лазарь, друг наш, уснул, а я иду разбудить его. 51. Ученики с полной любовью к Спасителю нашему отвечали, если уснул, восстанет, как и всякий восстает от сна. 52. Господь не сокрыл от учеников Своих этой тайны, что мертвого увидят они воскрешенным. 53. Лазарь умер, сказал Господь наш ученикам Своим, и радует, что я не был там при смерти Его. 54. Пойдем, братья мои, исторгнем умершего из рук смерти, которая пленила душу и в плене ввергла плоть Его. 55. Направило течение свое туда великое солнце правды, а с ним вместе потекли звезды, сияющие Его же светом. 56. Когда же Господь приблизился к Вифании, сестра умершего Марфа вышла, поклонилась до земли и, воздыхая, стала говорить Ему. 56. Господи Боже, если бы Ты был здесь, не пало бы дерево, на котором гнездились две голубицы. 57. Если бы Ты был здесь, не умер бы, друг Твой, Господи наш, смерть не осмелилась бы прийти и пленить душу Его. 57. Христос видел ее скорбь и слезы, и болезнущее сердце, и в утешение ей начинает слух ее посевать Слово Воскресения. 58. Верь мне, Марфа, воскреснет брат Твой, не сомневайся в этом, в моих руках и смерть и жизнь и суд нас всем. 59. Марфа говорит Спасителю нашему, знаю, Господи, что Ты Христос, Сын Божий, пришедший в мир. 59. Господь же нам сказал, всякий, кто верует в Меня, обновится в последний день, когда воскреснет род Адамов. 60. Повелел тогда Спаситель наш, и отвалили камни от дверей гроба. 61. Воззвал тогда Господь мертвецу, который сотливал в жилище тьмы. 61. И вышел четверодневный лазарь, умерший, обязанный по рукам и ногам на смертных путах. 62. Повелел Спаситель наш, и сняли с него погребальные узы. 63. Повелел Спаситель, и пошел лазарь путем жизни, как и сестры его. 47. Чувствование умирающего. Благословен тот, кто вначале по благости своей сотворил естество наше, и при конце времен по любви своей совершит обновление наше. 48. Из праха восстанет вся тварь на испытание Твое, Господи, да не буду посрамлен я пред сонмами облеченных светом. 49. С миром оставайся, скорбей исполненная временная обитель. 50. Бремя грехов моих не допускает меня в царство. 51. При конце всякому предстоит праведный испытующий суд. 52. И что буду делать? 53. Трепет приводит меня в прегрешение моих. 53. Умоляйте о мне, благого Господа, все вы, братья мои, чтобы бремя грехов моих не подавило меня в этот час. 54. Вот идет ко мне ангел смерти, и внезапно хочет лишить меня общения со всеми ко мне близкими. 48. Победа Христова над смертью. 49. Благословен Христос. Он мертвым нам даровал надежду жизни, и род наш утешает тем, что, хотя и сливаем теперь, но опять обновимся. 50. Слышите, смертные, тайну воскресения. Она доныне сокрыта, но в последнее время явлена будет во Святой Церкви. 51. Иисус три дня был пришельцем смерти, освободил плен ее, расхитил стан ее, восстановил род наш. 52. Гордилась и величалась прежде смерть, говоря ей, цари заключены в обителях моих. 53. Но славный воитель вторкся внезапно в царство смерти, как расхититель проник туда голос его и положил конец ее славе. 54. Мертвые в Шиоле ощутили запах жизни и стали проповедовать друг другу, что надежда их исполнилась. 54. Смерть изначально царствовал над смертными, пока не воссиял единый владыка и не положил конца ее гордыни. 55. Голос его, подобно звукам сильного грома, достиг до умерших и возвестил им, что освобождены они от рабства. 49. На кончину Иерея. 50. Поминайте меня во святилище, сослужители мои. Смерть разлучила меня с духовным вашим сообществом. 51. Не скорби, возлюбленный наш, что разлучился ты с нами. Душа в день воскресения вселится со святыми. 51. От юности своей восприял ты на себя иго Господа своего. И он возвеселит тебя в чертоге немерцающего света. 52. Ты, благий раб, приял от Господа своего духовный талант и славно воздал за таковое с лихвою, потому что всякий получил от тебя приобретение. 53. На святом жертвеннике, перед которым служил ты духом, до века будет прославляем день памяти твоей. 54. Славный венец твой в горнем царстве со святыми, потому что с верою возлюбил ты Сына Божия Христа. 55. Духовно проводил ты дни свои в богомыслии и не прерывал того, пока не достиг победы. 55. Ты, благопоспешный подвизник, внимал Павлову слово и стремился к почести горнего царства. 50. Благословен тот, по чьему глазу восстают мертвые и слабые облекаются в воскресенье. 51. Слезно, братья, воскорбел некогда об умерших Господь наш, потому что невозбранно владычествовала смерть, и рыканием своим вузыжу сприводилась все племена. 52. Плакал Авраам о саре, когда предавал ее гробу. Великий плач и сетвание сотворил он пред очами многих. 53. И об Аврааме сотворил плач наследник его Исаак, и об Исааке плакал Яков, когда предавал его земле. 54. Иосиф и братья его семьдесят дней проводили в великой скорби, рыдали и плакали о почившем отце их старце Иакове. 55. Об Иосифе даже египтяне сотворили великий плач, неутешно рыдали и проливали слезы, когда предавали его гробу. 56. Все праведники погребаемы были с великим плачем, потому что у человеческого рода отнята была надежда жизни. 57. Но после того, как царь наш не сходил в Шеол и расхитил его сокровища, не скорбите уже, смертные, о том, что не сходите туда. 58. На краткое время только не сходите вы в Шеол и вскоре освободитесь из его обителей. 59. Теперь нет у него ни дверей, ни крепких запоров, как в древнее время, 60. Потому что горний царь сокрушил их и вознесся. 61. Посему не болезнуйте сердцем, когда не сходит то в Шеол. 61. Это мост, которым все роды приходят к жизни. 62. Особенно живые странники, не скорбите о том, что далеко вы от своих родителей и ближних. 63. Господня земля, и что наполняет ее, и все живущие на ней. 63. Не странник тот, кто близок к Богу. Оба мира его достояния от начала. Он вводит нас и в тот, и в другой мир, как ему это благоугодно. Скажете, о том мы болезнуем, что ни родители, ни ближние предают нас погребению. 64. Смотрите, вместо родителей и братьев воздает вам последний долг чин небесных ангельских сил. 65. Они вместо слез и детских рыданий окропят лицо твое росою света и вскоре утешат тебя. 66. Как зеркало послужит мне Моисей к подтверждению истины слов моих. 67. Умер он в чужой земле и погребен был не сынами людей своих. 68. Когда Моисей умер, сам Господь предал его погребение на горе. 69. Господь был для него ближним. Господь заменил ему сродников. 69. Господними руками погребен был сей достославный, и не приблизилась к нему рука человеческая, когда он скончался. 70. Стеклись сонмы ангелов, чтобы по своим чиноположениям воздать честь прославленному Богу. 71. Чинно предстояли небесные силы, чтобы великую любовь почтить при погребении возлюбленного их Господом. 72. Господь сокрыл Моисея в гроб. Невидимы были и сопровождавшие его воинства, когда Моисей из этого мира переходил в другой. 73. Вместо евреев, которые не сопровождали его на гору, окружил его сонма ангелов, чтобы воздать ему честь. 74. Вместо рыдания жен еврейских, которых не было при нем, почтен он был песнопениями горних сил, ангелов. 75. Вместо плачевного пения черей народа его, которые были далеко от него, духовными песнопениями прославляли его духи. 76. Вместо слез, проливаемых друзьями, братьями и ближними, красови света окропил Господь землю и гроб его. 77. Сам Господь предал погребение Моисея и сокрыл гроб его от евреев. 78. Сынам народа своего не явило место гроба его. 79. Да гроба только сопровождает каждый друга своего. 80. И как скоро войдет кто в двери гроба, останавливается здесь возлюбленный его. 80. Пока друг жив, веселятся с ним и искренне любят его. 81. А как скоро не стало друга, и любовь к нему хладеет, и беседы его забыты. 81. Один Господь верно хранит любовь к тому, кто был к нему близок, и по смерти не забывает того, кто любил его. 82. Господь истинный друг. Когда останавливается вселюбящий человека, он отверзает ему двери, и один только с другом своим идет в обитель умерших. 83. Господь истинный друг, когда забывает о тебе и друзья, и братья твои, он не забывает и не оставляет тебя, но вечно пребывает с тобой. 84. Господь заменяет тебе родных. Когда отрекаются от тебя все сродники твои, он один признает тебя своим и ободряет тебя в жилище мертвых. 85. Господь сопровождает гроб твой. Когда сопровождается человек доходит только до дверей гроба, он не оставляет умершего, но с ним вместе входит в обитель мертвых. 85. Поэтому всякий человек смело может наступить на смерть и не предаваться скорби, потому что проложен гладкий путь, на котором нет никаких ни преткновений, ни стремнин. 81. Изъяснение притчи о десяти девах. 81. Взявший тебя Христос, да упокоит тебя с возлюбившими его праведными и святыми. 81. Царствие небесное подобно десяти девам, которые готовились встретить жениха со своими святильниками. 81. Пять из них были мудрые и имели истинную мудрость. Другие же пять были юродивые и не имели должных совершенств. 82. Мудрые вместе со светильниками взяли елей, а неразумные не позаботились взять с собой елея. 83. Время шло, а жених медлил прийти. Дев преодолел сон, и все десять уснули. 84. В помощь раздался голос трубы и известил, что поспешно идет небесный жених. 85. Восстали девы, уготовляли и украшали они светильники свои, чтобы с горящими светильниками встретить жениха, обитающего во свете. 86. Вместе стали юродивые и мудрые. По всем они равны, но не равны в одном. 87. У юродивых дева скудел елей в светильниках. И стали они из милости просить елея у подруг своих. 87. Мудрые отвечали, чтобы как не достало у нас и у вас, идите с продающим и купите себе. 88. Услышали они это и пошли купить бесценного елея. 89. Тогда пришел жених, готовые вошли с ним, а юродивые не вошли. Они оставлены за дверями, как пренебрегшие, свой долг. 89. В надежде на добрые дела свои стали они ударять в дверь, взывая, открой нам дверь в блаженное царство твое. 89. Господи наш, давай сделаем и получим награду за подвиги нашего девства. 89. Тогда жених отвечал им, не знаю вас, не преклонит меня и девство, которое хранили вы для меня. 90. Пришествие жениха означает день будущего Христова пришествия. 91. Вышедшие воскресенье девы означает всех достигших конца. 91. Сон значит, что все почившие равны. 91. Смерть уравнивает всех, подвергая одинаковому тлению. 91. Вопль, бывший в полночь и пробудивший дев, это голос воскресения, который возгремит при конце и воскресит нас. 92. Вопль был в полуночи, это значит, что в полночь придет жених обручиться с нами, как обыкновенные женихи ночью берут обрученных своих. 93. И мудрые и уродивы восстали вместе. Этим показывается всякому, что восстанут все. 94. Пяти среди летами, в которых оскудел Елея, изображаются те, которые скудно были милосердием. 95. И поскольку сами не были милостивы, не будут они помилованы на будущем суде. 95. Мудрые не хотели продать Елея юродивым. 95. Это ясно показывает нам, что там не место молитве о щедротах. 96. Сказанное в ответ мудрыми, чтобы как ни оказалось, что не достанет у нас и у вас, дает разуметь, что здешние труды наши весьма мало в сравнении с тамошним воздаянием. 96. Меродив посылает купить Елея, если только можно найти его. 97. Это показывает, что в стране той получат помилование одни те, которые сами были милостивы. 97. Жених пришел до возвращения отшедших. Это показывает наше неведение, ибо не знаем, когда приедет он. 98. Мудрые вошли женихом, и заключена за ними дверь. Это праведники, которые входят и упокоиваются в мирной пристани. 99. Еродивые остались за дверями царства. Это грешники, которые оставляются на земле, чтобы могли еще оправдаться. 99. Написано, что еродивые взывали «Господи, Господи наш!». 99. Это выражает надежду, что и согрешивших щедроты Божии помилуют, может быть, ради трудовых. 99. И по тому самому, что осужденные еще без исследования могут надеяться, что милосердный не презведь, может быть, добрых дел их. 99. Жених на вопле их отвечал им «Не знаю». 99. Это показывает, что Господь не приемлет такой любви, которая не соединена с милосердием к Его возлюбленным. 99. Не знаю вас, не знаю, кто вы, сказал Господь наш юродивым девам. 99. Это значит, что не совершенно то благоизволение, в котором нет милосердия к нуждающимся. 99. Дверь запрещена для тех, которые остались вне и не вошли женихом. 99. Это горнее небо, которое по Божию мановению будет заключено, как скоро войдут туда добрые. 99. Это мановение и есть огонь, который искусит добрых и злых, и пламенем любви Божией разлучит праведников с нечестивыми. 99. Велико будет разделение между теми и другими, неизмеримо расстояние между высотою и глубиною. 99. Горний обитель праведников будет неизмеримо выше всякой высоты, и глубина, куда не зринутся грешники, будет глубже всякой глубины. 100. Зрелище света прекраснее всякой красоты, и зрелище человека, отверженного женихом, гнуснее всего, что не есть гнусного. 100. Ничто не сравнится с славой сынов света, и нет ничего подобного мраку сынов тьмы. 100. Светлость и тьма да научат каждого, какими делами должно заниматься в течение здешней жизни. 52. Размышления по случаю бывшего землетрясения. Благословен тот, по глазу которого воскреснут мертвые, и в воскресенье облекутся славою. 53. К концу приходит время братья. Приблизилось горнее царство. 54. Спокайтесь, грешники, и спасайтесь, говорит Господь. 55. Бывшее землетрясение возвещает исполнение времен, и как бы перстом указывает нам, что кончина приблизилась. 55. Те знамения, которые, как сказал Господь, будут при конце времен, уже приблизились, 56. Спастили нас, и вот стоят при дверях. 56. Вот умножилась неправда, иссякла любовь многих, и нет человека, который бы верил, что мир и благо его приходят. 57. Люди забыли горний обитель, вожделенная ангелом, и погрязает в нечистотах. 58. Теперь радующиеся, да будут как не радующиеся, как прежде еще сказал Павел, и покупающие, как не приобретающие. 59. Его проходит образ мира сего. 59. Сыны Перси призываются на брак жизни. 60. Прекраснейший жених ожидает, когда придут они. 60. Приди, человек, приникни в гиен, но что готовится тебе, и что ожидает тебя там, хотя и не хотелось бы тебе. 61. Проходит день, по следам его идет другой, и когда не гадаешь, смерть стоит уже в головах у тебя. 61. Приди, мудрец, посмотри на города, что постигло, что постигло красоту и благолепие их устройства. 62. Где цари, властелины целого мира, которые собирали и всякими сокровищами наполняли свои сокровищницы? 63. Где именитые исполины, которые домогались высоких титул и приобретали их своими доблестями? 64. Где мудрецы, которые написали книги и писаниями своими исполнили мир? 64. Где те, которые не излагали и поражали сынов человеческих, расхищали все, что было у них, и собирали это в свои сокровищницы? 65. Где те, которые изумляли мир своим словом и писаниями, пленяли своими умствованиями? 66. Где те, которые гордились дорогими одеждами, покорились на пурпуровых ложах? 66. Где те, которые изумляли красотой своей наружности, что постигло привлекательную красоту лица их? 66. Где шеи, которые были обременны золотыми цепями? 67. Где руки, которые украшались жемчужинами? 67. Где те, которые приводили в трепет своими велениями и покоряли себе землю ужасом своего владычества? 68. Скажи земле, и она укажет тебе, где они? 69. Вопроси шеов, и он откроет тебе, куда они положены. 69. Вот все они вместе лежат в земле, все стали прахом, и не разреши же, где прах богатого и где прах бедного. 69. Разреши мне прах царя с прахом нищего или персть богатого с перстью бедного? 70. Приди, и отлечи мне кости глупого от кости мудреца или уста борзого книжника от уст невежды. 71. Приди, и укажи мне прах госпожи и знатной жены. 72. И разлечи персть рабы и невольницу. 73. Приди, и разлечи прах их, если ты мудр. 74. Приди, и укажи мне, где господин, где раб. 74. Весьма удивляет и несказанно изумляет это, что все живущие от Адама все смешались в земле и однако же не погибли. 75. Воедино смешался прах мужей и жен, и где отличительные черта лица их? 76. Хвала тому мановению, которое одно только знает их. 76. Хвала тому персту, который один может отделить их друг от друга. 77. Слава тому мановению, которое не забывает числа их и не забывает, где именно, в какой стране и сколько их рассыпано. 77. Благословенно то изволение, в котором хранится память о всех них, от Адама до века, и не забыты они. 78. Хвала премудрости, в которой сокровенное различие их сокрыто и сие, кто из них праведен, кто нечестив, кто грешен. 79. Кто был благочестив и творил дела праведные, тот наследует вечную жизнь. 79. А кто нечестовал, оскорбел Бога и грешил, тот наследует тьму. 80. Нет там места покаянию, прошению, молению. 81. Никто не преклонит к себе слуха, не будет выслушан и не получит ответа. 81. Не будет принята там молитва, и вовек немало не воспользует она человеку. 81. Откуда же бежала и удалилась всякое зло? 81. Там раздадутся хвалебные гласы, там будет неизреченная слава. 81. Там возрадуются праведники и делатели истины, а они на воздухе воспарят к небу. 81. Нечестивые же делами своими пронимляющие Господа. 81. Возрыдает и восплачет вовек во тьме и гиене. 83. На кончину подвижника. 85. Господь наш учит в Евангелии Своем оставить мир и возлюбить Его. 85. Посему праведные страдали из-за Него, и как умершие в уповании на Него наследуют жизнь и царство, в Эдеме прославятся до труды Свои. 85. Истерсти образовал Ты меня вначале святыми руками Твоими, Господи. 86. Сотворил меня по Твоему живому образу и подобию, и теперь, когда почил я по Твоему повелению, 87. Упокой душу мою с праведными, да восстану и прославлю Тебя за благость Твою. 87. Праведники в воскресенье с открытым лицом предстанут Сыну благого, и как они исповедовали имя Его, 87. Так и Он исповедует их пред Отцом Своим, и как умершие с упованием на Него наследуют они жизнь и царство, в Эдеме прославятся за труды Свои. 88. Воссияли все дроты с высот, идет Адам с чадами Своими, потому что пришел Господь Его, вкусил за Него смерть, уплотил долг Его, воскресил Его из праха, чтобы восстал Он и словословил Его за благость Его. 89. Вот приблизился день воскресенья. Утешьтесь, смертные! Идет Господь Ваш, и манием Своим отверзает гробы, и животворящим Глазом Своим поставляет Вас одесную Себя, чтобы войти Вам в уготованный для Вас брачный чертог. 89. Горе бледется дьяволу, который позавидовал Адаму вначале, соблазнил его, и начадами их воцарил смерть. 90. Смерть побеждена крестом. Адам возвращен в рай, садел он наследником царства, а дьявол посрамлен. 91. Пришел Господь, и ту светлость и славу, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил ему крещением. 91. И опять придет Господь в конце времен воскресить Адама и чад его, и облечет их славой в чертоге света. 92. Вот приблизился небесный жених. Пусть каждый обратит взор на самого себя и в напуте себе приготовит добрые дела, чтобы Господь милостиво приял его, когда вплоть его просияет непорочностью, чистотою и истинной верою. 93. Блажен, кто внимательно испытывал самого себя, замечал в себе многочисленные едва приметные недостатки, ограждал себя от греха, чтобы умилосердился к нему Бог на нелицеприятном своем суде. 94. Блажен, кто здесь еще уготовал елеем в сосуде своем, чтобы, когда возгласят жених близко, возжечь ему светильник свой, и вместе с женихом войти в брачный чертог и воскликнуть «Хвала тебе, воскреситель мертвых!». 95. И благость и покаяние совокупно учат нас. Оставьте худые дела свои, пока есть еще время. 96. А в день воскресения брат не спасет брата, и отец не избавит единородного своего. 96. Иона через три дня явился и шел из моря, и прообразовал с собой воскресение Сына Божий, который в третий день воссиял из гроба, и вместо немерия спас церковь свою. 97. И ему воспевается хвала целой вселенной. 97. Какая подобает хвала жизнеподателю, который добровольно пришел к нам, не шел в шоу, посеял там семя жизни и вознесся на небо, и снова снизит, как дождь, и обречет славой возлюбленных им праведников. 98. Куда пойду от суда твоего? 99. Где укроюсь от лица твоего? 99. Если зайду на небо, ты, Господи, вечно там. 99. Если зайду в ад, и среди мертвых благовестия твое, которое приближением дня воскресения их ободряет, а меня жестоко печалит. 99. Не скорби, сын Адамов, что сотлевает естество твое. 99. Тому, кто сотворил тебя из ничего, нетрудно воскресить мертвых, обновить обветшавшие тела и возлюбивших его праведников облечь славою. 99. За преступление заповедного царилась смерть над Адамом, и его, и чад его, Берглов, заключила во гроб. 99. Но открылись щедроты Господни, и послал Бог сына своего, который пришел, сокрушил запоры с обители Пагуба и даровал жизнь нашему роду. 99. Прославим того, кто столько возлюбил человека, погибший свой образ, и ради него добровольно вошел на крест, ради его вкусил смерть, снишел в шоу, обновил красоту человеческую, спас человека и вознесся к пославшему его. 99. Мученики столько возлюбили Христа, что шеи свои поклонили под меч. 100. Праведники только пламенели к нему любовью, что ради его претерпевали страдания. 100. По милосердию Твоему, Господи, сподобие нас, сонный их, поклониться Тебе благому по любви своей, милующему род наш. 100. Истохла трава, как написано, и былие увяло на земле, с ложа Господа нашего, живо и пребывает вовеки. 100. Блаженство внимает этому и хранит все заповеди Господни. Он наследует в Эдеме неприходящую жизнь. 100. Отче мои, исчезавшего спасения Твое, Сын Бога живого, искупивший меня Своей кровью. 100. Поспеши, Господи, отриси прах сочей моих и восстану, и прославлю Тебя и Отца Твоего и Духа Святого. 100. Духа Святого Твоего благи, по любви своей, милующий род наш. 100. Давно оковала меня смерть, наложила узду на уста мои, умолкла цевница моя, немели уста мои. 100. Тебя, Господи, ожидаю, да пробудется цевница моя, и воспою Тебе хвалу и словословие в день воскресенья. 100. Помолитесь о мне, возлюбленные мои, потому что иду в опасный путь. 100. Помолитесь, чтобы во время шествия сего не погрязнуть мне там, в огненном море, но на крылах молитв ваших достигнуть пристани жизни. 101. Гроб праведников есть пристань, которая, утружденный, упокоивается от трудов своих. 101. Блажен Ты, брат наш, потому что ладья Твоя достигла пристани Господа Твоего. 101. Он возрадуется окупле Твоей, потому что усердно служил Ты Ему и облечет Тебя в ризу славы. 101. Великий архиерей, принесший душу Свою в жертву за нас, Отцу Твоему, по милосердию Твоему прими, Господи, наши жертвы, и облеки славой тех, которые уповали на Тебя, хранили и исполняли заповеди Твои. 101. Утешение от лица всего братства к кончающемуся благочестивому брату. 101. С миром оставайтесь, братья мои, и молитесь о Мне, потому что разлучился Я с сонмом Вашим. 101. Да присоединит Меня Христос к приснам Его. 101. Как Лазаря, Сын Божий, воззвал из гроба, так и Тебя воззовет и воскресит, чтобы поставить одесную себя. 101. О том весьма скорбит и сокрушается дух мой, что в той стране, в которую отхожу, нет места молитвам. 101. В тот последний день, когда восстанут все мертвецы в Шиоле, а Тебя упокоят щедроты, и Ты присоединен будешь к святым. 101. Лишон я теперь дара слова, а немела церница моя, Ваша молитва да будет для меня ходатаем на суде. 101. Прекрасно страна сияет и услаждает взирающих на нее, но берет меня смерть и принуждает идти во тьму Шиола. 102. Кающимся явлены будут щедроты, правды, и Ты получишь воздаяние с ними, когда будут они воскрешены. 103. Великий ужас объемлет меня, возлюбленные мои, потому что не имеют там места ни дар, ни молитву. 104. Чем же мне оправдиться? 104. С высоты воссияет щедроты на праведников, и Ты получишь воздаяние вместе с ними, когда будут они воскрешены. 105. Здесь только можно молить человеку о прощении долгов своих, а там дела его предварят его у судьи. 105. Спаситель твой на небесах, как говорит Давид, он и в Шиоле для умоляющих его. 10. Горе тем, которое подобно мне беспечься, не знал я, что постигнет меня там, и умножал вины свои. 10. Горе смерти и сатане, когда увидят, что Ты одесну и воспеваешь хвалы. 11. Трепещуясь, одрогается дух мой, ибо не знаю, как примет меня судья. 11. С Тобою оружие крестное, вместо ходатайственного писания возьми с Тобой и крещение, и плоть, и кровь Христову. 12. Прискорбно и многобедственно здешняя жизнь, и там нет ни врачевания. 13. Воскреснут мертвые Твои, Господи, говорит порок. 14. Тела их восстанут из праха, восстанут мертвые. 15. Но меня лишилось смерти, жизни и служения, потому что сатана вовлек меня в дела Бога противные. 15. Благость прострет крыла свои избавить Тебя от осуждения, когда предстанешь на испытание Божьей величию. 16. Горе мне, потому что в праздности провел я все дни свои здесь, в приходящем мире, и занимался тем, что бесполезно. 17. Господь наш возвратил жизни сирого сына вдовицы, и Тебя воззовет он к жизни и воскресит в раю. 18. Окружили меня сети смертные и преградили мне стези. 19. Ты, Господи, будь моим путиком в стране ужасов. 20. Все роды и поколения сынов человеческих пьют тяшу сию, и Тебе не должно скорбеть об этом. 21. Не насладился я здешней жизнью, как замышлял, что приобрел, то остается здесь, а меня уже нет. 22. О, если бы и нам достигнуть той обители, которой достиг ты, и в том мире увидеть друг друга с открытым лицом. 22. Смерть горька разлучает с близкими. 23. Ни родители, ни братья не могут избавить меня. 24. Умер и глава пророков Моисей. 24. Умер и первосвященник Аарон. Умер и Иисус, который останавливал солнце. 25. Потому не страшись и ты. 26. Не так крепки зубы у львов, как крепко смерть. 27. Она похищает дочь у матери. 28. Посрамится смерть и сатана, когда востребуется у них все роды и поколения сынов человеческих. 29. Покрой меня, Сын Божий, крылами щедрот твои. 29. Да не будет перед тобой обнаружены вины мои, и да не посрамят меня. 30. Нетленными изыдут мертвецы из гробов своих, и глаз трубы сокрушит затвор и Шиола. 31. В надежде и с упованием на тебя, Господи, почил я. 31. Не оставь меня в Шиоле плакать с неверными. 32. Кто внял Ионий, когда умолял он из чрева Кито сердце морском, 33. Кто-то тебя воззовет из Кито из Гиены. 34. С миром оставайтесь, вы, предающие меня погребению. 35. И мне дайте мир ваш, потому что путь, в который иду, вечен. 36. Прекрасно было сожительство твое с нами. 36. Вожделением вид твой и память твоя не погибнет у тех, которые любили тебя. 35. Размышления при гробе. 36. Сел я однажды при гробе, в котором скоро буду положен, 37. И мысленным оком рассматривал бывшие там мертвые тела. 37. И видел я там обратившимися в прах тела, приятные прежде на вид. 38. На прекрасных ланитах искажены стали все черты. 39. Увидел, что стройно сложенные тела лежат простертыми во прахе, распался их образ, согнили их плоти. 39. Увидел там обезображенными прекрасные очертания лиц, лишившимися стройного впитания. 40. И перемешавшимися между собой членов. 41. Увидел, что глаза соделались глубокими скважинами, а красноречивые уста немели, и не имеет уже своего приятного устройства. 41. Увидел, что добросветность тела исчезла и обратилась в дым, голые кости отделены одна от другой. 42. Увидел тление нашего естества, глубокое его падение и уничижение. 42. И в ужасе удивился тому, как унизил нас сатана. 43. И меня постигнет то же самое, представлял я в уме своем. 44. Я скоро буду заключен в тьму. 45. Подумал о всем, и полились у меня слезы. 45. Возвел я взоры на приятный воздух, посмотрел и на обитель Шиола, и увидел, что ожидает меня там, и с горькими рыданиями стал плакать сам о себе. 46. Представил себе красоту естества и разрушение, какое постигнет его, и в жестокой горести пролил слезы о том, что дамам причинено нам, сынам его. 47. Представил себе, как люди живут в этом вожделенном мире, и потом истлевают во гробе. 48. И горько возрыдал, посмотрел на живых на земле и на мертвых во гробе, и содрогнулся смущенный тем, что ожидает человеков. 49. Сегодня еще простирает нам слово на земле, наутро в Шиоле безмолвы. 50. Сегодня еще привлекает красотой, наутро обезображенный возбуждает отвращение. 51. Сегодня услаждает благовониями, а наутро плоть его издает смрад. 52. Сегодня ходит еще по земле, а наутро стопы его неподвижны. 52. Сегодня повелевает и высится на земле, как Бог, а наутро неподвижны и безмолвны, заключен во тьме среди мертвых. 53. Славен был Адам в начале, и конец для Адама низок и ненавистен. 54. Начало в раю, а конец во тьме. 55. Высокий и славный в начале глубоко унижен стал Адам при конце, начало его среди дерев райских. 56. Конец же во мраке Шиола. 57. Вожделенно было первое жилище его. 58. Отвратительно и ужасно последнее во дворение. 59. Первое было на высоте величия, последнее во прахе земном. 59. Славна была первая его область, во второй много было ему трудов. 59. Последнее горько мрачно исполнено всякого горя. 60. О, какой страшный удар, с какой высоты и какое глубокое падение. 60. Из райской обители падает во гроб. 61. Вместо того, чтобы беседовать с духами и обитать в раю, отдаем мы плоть свою в добычу моли и тли и черви. 61. Вместо первой славы, какой Адам облечен был в Эдеме, окружает и точит его во гробе тля и моль. 62. Эта прекрасная членосоставность, какую вначале образовал отец, став трупом во гробе, 63. Обратилась в гнездилище червей. 63. Из Эдемской славы, в какую вознесен был Адам, в шоу внизверг из чада его, и тля поедает их в плоте. 64. Такое горькое падение постигла нас за Евен грех. 64. Праматерь сама ввергла чад своих в унижение, смерть и тление. 65. Сатана злокозненно через змея обаял Еву, а через нее соблазнил главу нашего рода. 65. И это-то погубило нас, довело до такого горестного позора. 66. Вот что действительно видел я, братья, вот о чем размышлял в уме своем сиди при гробе. 66. Когда же смотрел я на покоящихся там мертвецов. 66. Потекли в уме моем мысли, наводя меня на что-то сокровенное. 67. Увидел я и приметил теперь, возлюбленное, что смерть — образ Божией правды, потому что похищает всех равно. 67. Не стыдится ни царя, ни великого, ни малого, но берет всех вместе и царя, и бедного, и нищего. 68. Как правда в день воздаяния не смотрит на лица, так и смерть в день кончины не щадит никого. 69. И царя, как и всякого другого, берет бедным и обнаженным, и его связывает, как последнего из людей, и его ввергает в Шеол, туда же, где и все. 69. И власть величия отъемлет у князей, потому что уже ни величия, ни власти нет у того, кто вошел во врата смерти. 70. Сгнетает она высокорослость сильных и гордых, заставляет, наклонясь, входить в тесную дверь гроба, в котором заключает их. 71. Надменных и горделивых вводит и заключает она в жилища мертвых, с огнетенными несчастными равняет их в Шеоле. 72. Смиряет она гордого, уничижает превознесенного и наравне с незнатными и простолюдинами, в наследие дает им тление в Шеоле. 73. Приди же, мудрец, и рассмотри здесь Божию правду, и прославь правосудного, который не взирает на лицо великого и богатого. 74. Не смотри на царя в его порфирии, в величии, в славе, потом посмотри, как обратился он в персть, и прославь вечно превознесенного. 75. Посмотри на царя, когда украшен великолепными царскими одеждами, и потом посмотри, когда он в Шеоле среди мертвых, когда мол и червь стали для него постелью. 76. Смотри, повелевал и вывесился он, как бог, и вот с уничиженными в Шеоле, как и все прочие, и склевает безмолвно. 76. К такому великому равенству увидел я приводит смерть, которая берет всякого, и общее всех тление служит для нас образом Божией правды. 77. Страшный день смерти, возлюбленный, подобен великому дню отмщения, и тот, и другой равно правдивы. 78. И день смерти, восхищающий отсюда царя, неумолим для него, и правда не убавит воздаяние, какое заслужено человеком. 79. Все по естеству равны и в рождении, и в смерти, и в разрушении, ни один не хуже другого, никто не выше ближнего своего, и воскресенье для всех одинаково. 79. В великий день обновления воскреснут все и добрые, а вместе и злые. 80. Для всех одинаково воскресенье, потому что восстанут все в одно время, но различны воздаяния, потому что каждому воздано будет по правде. 80. Не всем равно воздаяние, как для всех равно воскресенье, но каждый приходит и поселяется в той стране, какую сам для себя уготовил. 81. В воскресенье равенство, а воздаяние разность. Восстанут все вместе, награды же приимут разную. 81. Там в великий день обновления каждый пойдет и вселится в чертог, какой уготовил себе здесь. 82. Как здесь, в этой временной обители, настроил себя каждый, так и во время воздаяния войдет он в место упокоения. 83. А отныне до наступления конца будем возглашать хвалебную песнь и словословить щедроты правосудного, который придет воскресить тела наши. 84. Благодарение Отцу из недр своих родившему и пославшему к нам Сына, который не шел, вкусил нашей смерти и в своем воскресенье показал наше воскресенье. 85. Так мудрый врач сам наперед вкушает то врачество, которое дает больному, чтобы и больному смелее было принять его. 86. Христос видел, как страшна смерть для человеческого рода, поэтому сам с ней шел по милосердии своему, вкусил смерть, чтобы и мы смелее встречали смерть. 87. Потому от Христа и до ныне смерть для нас есть один сон и разлучение души с телом до дня обновления нашего. 88. Благословен благий и милостивый в воскресенье своем показавший наше воскресенье и даровавший залог нашего воскресенья в том, что сам соделался первенцем мертвых. 88. К тебе взирает умершая, ожидая тобою восстать из гробов, воссияем, как свет, возвеселись скорбящих. 89. Вот, Господи, мертвые, подобно семени сокрыты в земле, пошли дождь жизни, и тела их воскреснут, как семена. 90. Вот мертвые лежат в земле, как семена в бороздах. 90. Пошли животворную росту Твою, и тела воскреснут, как семена. 91. Тебя ожидает покой их, чтобы воссиял Ты для них жилище мертвых и возбудил их в нетлении, славословить Тебя за спасение Твое. 91. Воскреси, о благе и мертвенность нашу, восставь ислевшую нашу плоть, обнови ее из праха. Тебя ожидает обновление ныне наше. 91. От мертвых и от живых, и от всех сотворенных Тобой миров, хвала Тебе, Господи, в род и род, и словословие вовеки. Аминь. 56. О бренности настоящей жизни, о будущем суде и воздаянии. 57. Привел я себе на память последний день, в который придет воскреситель мертвых. И великий трепет объял кости мои при воспоминании дня, в который приидет он. 58. Это день, последний из дней. Это утро, после которого не будет уже другого утра. Это мост, который подвижников, одержавших победу и торжествующих, приводит в ту страну. 59. Посему предложу вам слово, возлюбленные мои братья, друзья мои, отцы и руководители в законе. 60. Заклинаю вас Богом обратить несколько внимания. 61. Предложу вам слово о настоящем веке. От сокровищ его нет пользы. 62. Ничего не остается навек, кроме истинной веры и правды, которая всегда непостыдна. 63. Где жившие прежде нас, которые трудились, не щадили трудов своих, не давали себе покоя? 63. Тела их поглотила земля, и в ней стали они прахом. 64. Где древние цари и могущественная их власть? 65. Где покорявшая себе землю в обранях и людей в ротоборствах? 65. У них столько же было золота, сколько праха на земле, и сокровищ более, нежели сколько песка морского. 66. Они для прославления своего имени созидали города, сограждали стены и твердыни. 66. Предзорами всех ставили изваяния и величественные изображения, чтобы воздавали им честь. 67. И вот они в земле обратились в прах, исчезла их жизнь от дыхания смерти. 68. Где судьи, которые ездили на колесницах и для колесниц своих приобретали красивых и легких коней? 69. Они в земле, и тля поедает тела их. 69. Где исполины, прославившиеся в обранях? 69. Не зашли они в ненасытный шеол, и в нем обратились во прах. 69. Где богатые, которые собирали и запасали сокровища на многие годы? 69. Смерть в одну минуту, в одно мгновение ока поглотила жизнь их. 69. Где красота жен, красивые лица, евиных черей, стройность их членов, пышность одежд? 70. И сливают они в шеоле, и исчезает внезапно, как будто бы и не было их. 71. Золото братья не избавляет людей от смерти. 71. Богатство и имение не дают человеку жизни. 72. Старя не спасают порфиры, драгоценные камни и великолепные царские украшения. 73. Власть старей приходит, и смерть в одну кучу слагает тела их. 73. И исчезают они, как будто бы и не было их. 74. Она поемлет судей, которые производили суды и умножали грехи свои. 74. Она берет к себе властителей, из злочестиво царствовавших на земле. 75. Внезапно посещает богатых и коростолюбцев, поражает грабителей и прахом наполняет уста их. 75. У ней и мореходец, который древом покорял себе волны. 76. К себе увлекает она и мудреца, не уведавшего истинной мудрости. 76. Прекращается там мудрость и мудрых и ученых. 77. Конец там мудрости, трудившихся над исчислением времен. 77. Там не крадет вор, добыча его лежит подле него. 78. Оканчивается там рабство. Раб лежит рядом со своим господином. 79. Не трудится там земледелец. Смерть положила конец работам его. 79. Связаны члены у тех, которые мечтали, что миру нет и конца. 80. Смерть поникшими делает надменные и без цеда походствовавшие очи. 80. Не нужна там красивая обувь, потому что связаны ноги. 81. В прах обращаются там одежда. Стела окованы неразрешимыми узами. 81. Ни домы, ни пиршественные храмины, ни ложницы не сходят в шеол. 81. Владители берутся отсюда, а домы остаются другим. 81. Ни стяжания, ни награбленное нами богатство не сопровождают нас. 81. Праведный судья потребует у нас отчета. 82. Гвоздь трубы возгремит в день пришествия единородного. 82. Возгремит труба, восстанет и содрогнется вся тварь. 83. Солнце сокроет лучи свои, луна перестанет светить. 84. Остановятся звезды в течении своем, как лист с дерева спадет все небесные украшения. 85. Благолепное золото во всех украшениях утратит цену свою. 85. Города и величественные здания останутся во прахе. 86. Доброе наследует царство и насладятся блаженством в раю. 86. Злые же наследуют гиен, примут муки, как заслужили того, 87. Из пламени будут взывать «Праведен суд твой, Господи, царю». 87. Итак, возлюбленные, будем как мудрые вразумлять друг друга. 87. Кто сокрушается о грехах своих, тот пусть спасает душу свою милостыню. 88. У кого язык во всякое время неудержим, как мысль, тот пусть взвешивает и испытывает слова свои и трепещет праведного суда. 89. Кто заботился запасаться на многие годы, тот пусть довольствуется, что потребно на один день. 90. Кто собирает богатство, тому да послужит вразумлением гиезий. 90. Кто уделяет имение своего, тому образцом будет Иов. 91. Кто дает отчищему хлеб свой, того имя благословится вместе с Авраамом. 91. Будем мрачительно исполнять это, чтобы там приобрести себе вечную жизнь тем. 91. Когда увидит благие любовь наши и желание угождать ему, тогда отверзнет нам дверь свою, 92. Введет в нее и спасет нас по милосердию своему. 91. Утешение брату при его кончине. 91. Принесите, братья мои, молитву за меня, царю. 91. Со слезами помолитесь о мне, потому что разлучаюсь я с вами навек. 91. Принесите, братья мои, молитву за меня, царю. 92. Да управится путь мой к вечной жизни, и достигну я света. 92. Утешься, брат наш, не царствовал грех в теле твоем. 93. Благословенный языдец встретене тебе и воздаст награду за труды твои. 93. Приблизился уже решительный суд. 94. Дни мои совершились, не приготовил я еще себе на пути, а царь посылает взять меня. 94. Щедро, там его нетрудно сделать, чтобы мнаст твоя обратилась в тьму. 95. Жених, которому соблюл ты верность, возложит венец на главу твою. 95. Совершились дни мои, ангел поспешно уводит меня. 96. Молитесь о мне со слезами и поминайте меня, потому что разлучаюсь с вами. 96. Содрогается бедное сердце мое от страха, что буду ввержен в огонь. 97. Молитесь о мне, чтобы избежать мне огня, который весьма ужасен. 97. Благословенный даст тебе силу избежать огня, даст тебе крыла, и ты минуешь его. 98. Спор сатаны и смерти. 98. Слышал я однажды, смерть и сатана спорили между собой, и кто из них имеет больше власти над человеком. 99. Смерть указывала на свое могущество, с каким пренебрегает, препобеждает всех. 99. Сатана указывал на свою злокозненность, с какой вводит всякого в грех. 99. Пойдем, послушаем. 99. Как спорят о победе побежденные, никогда не побеждавшие и не побеждающие. 99. Не превозносись, смерть, над праведниками. 99. Если приходят к тебе сыны твоего Господа, то по повелению самого Господа. 99. Тот только слушает тебя, лукавый, кто хочет, а ко мне идет, и кто хочет, и кто не хочет. 99. У тебя смерть тяжелая иго-мучительство, а у меня привлекательные сети и путы. 99. Слушай, лукавый, твое иго сокрушает всякий, кто не захочет. 99. Моего же иго никому не избежать. 99. На тех только смерть возлагаешь ты иго свое, которые больны, а я показываю власть свою больше на здоровых. 99. Разлучение души с телом. Великой скорби и печали бывает душа, когда влекут ее туда и сюда, принуждая идти. Демоны хотят, чтобы с ними шла она в Гиенну. Ангелам желательно, чтобы с ними достигала она обители света. 99. В это время недорогие ей ни друзья, ни братья, ни возлюбленные, ни близни, ни знакомые, ни во что ставит она и богатство, и имение. 99. И помышляет единственно о том, сколько у ней грехов, и как они велики. 99. Душа носится тогда вокруг тела и говорит ему, прощай, меня берет смерть, и я отхожу. 100. А тело говорит душе, иди с миром, возлюбленная душа, сотворивши нас Господь, да избавит нас от гиены. 60. Молитва умирающего о помиловании на суде. 61. Помилуй меня, Отец, по милосердию Твоему на суде Твоем. 62. Дояются на ней щедроты Твои в день явления знамения Твоего, воздвигнувшим из праха. 63. Щедроты Твои, Отец, создали меня и вначале произвели образ наш. 64. Воскресеньем Своим воскреси тела наши при скончании мира. 64. В явлении Царя нашего Иисуса восстанут все бывшие во гробах, раздастся животворящий глаз и возбудит всех почивших. 65. Великий ужас обымет всякого, когда поставлены будут престолы. 66. Посрамятся тогда нечестивые и обратятся все в Шеол. 66. Приближается день суда, и обнаружены будут все скверны. 67. Кто же явится чист пред Тобой в этот час, когда раскроются книги? 67. Нет там места покаяния, не приемлются там молитвы, потому что день сей есть день решительного приговора, на который нет уже возражений и пререканий. 61. Великий ужас. 62. Величие человека при сотворении Его и уничижении при смерти. 63. Как велик и славен Адам при сотворении Своем! 63. Как велико уничижение Его, смерти Его! 64. Да возвеличит Его воскресением Своим Христос! 65. Воскресением Своим явил Он мудрость для всех, а разрушением Своим показал, что Адам пал. 65. Да посрамится же лукавый воскресением Адама! 66. Человек Божие подобие, а смерть Его смерть бессловесных! 66. Да возвеличится, Господи, образ наш! 66. В мире человек имеет дар Слова, а в Шеоле безмолвен! 67. Да обновятся песнопения Его! 67. В сей день, когда разрешается состав наш, отрешимся от суетных покечений, посмотрим на мир, как исчезает он, и начнем работать Господу нашему. 67. В сей день, в который немеют уста и не издают уже более никакого звука, в который исчекают источники вот и потоки Слова, да утешимся мы Словом Твоим! 62. На губительную язву! 68. Великий праздник ныне у смерти! 69. Созвала она и собрала все племена и народы, созвала царей и князей, сильных и обладателей, призвала вселенную от концов ее, собрала роды и поколения, острова и обитатели их, от одного конца земли до другого. 69. И отверз гортань свою алчный шеол, поглощающий все поколения. 69. Как царь стоит смерть в обители мертвых, окруженная воинствами своими бесчисленными тьмами, полчищами и сонмами людей, которых созвала, чтобы все узнали ее. 70. Низложила она человечество и ввергла во тьму к умершим, среди безмолвных целые холмы сложила из добрословесных. 70. Селести гробов отверсты, а двери чертогов заключены. 71. Наполнились гробы телами умерших, без жителей пустые остались дамы. 71. Протоптана дорога к мертвым, запустел путь к живым. 72. Не знает сытости шеол и обитель пагубы, гробы не говорят, довольно. 73. Всякий труд, всякое дело прекратились у сынов человеческих. 74. Оставлены ими имущества и домы, каждый роет себе могилу, день и ночь роют себе могилы, и не спасаются от них. 75. Всякий заботится о том, чтобы приготовить скорее ров своему телу. 76. И ров этот ему приятнее, ложа под богатым покровом. 76. Каждый спешит вырыть столько могил, сколько людей у него в доме. 77. Продает все, что не имеет у себя, только бы приготовить себе погребальные одежды. 77. И золото, и сокровища в пренебрежении, а одни только гробы ценятся высоко. 78. Выносящие мертвых, как неистекающий поток, покрывает путь в жилище мертвых. 79. По множеству умирающих не достает и могил, каждый заботится о своей только могиле. 79. Заботится прежде приготовить для своего праха могилу, а потом уже и для других. 80. Мало земли для могил, вся она изрыта, вся ископана. 81. Без погребения лежат мертвецы и тлеющие тела, кому отнести могилу. 81. Исчезла надежда человеческая, настал день смерти. 81. Всякий предпочитает жизни, ископать себе могилу и поселиться в ней, боясь, что если умрет, то некому будет похоронить его прах. 82. Живые блаженными называют умерших, которые скончались прежде, и потому подобающие воздана им честь, подобились они обычного погребения. 82. Смрадная стала земля, в которой заключены мертвецы, потому что вся она наполнилась мертвыми телами. 83. Истлела благолепная красота и обратилась в гной среди мертвых. 84. Приятность и привлекательность тел в Шеоле изменилась в червей. 85. Великий праздник при гробах. Там и живые, и мертвые. Мертвые погребены в земле, а живые плачут при гробах. 86. Сотлели составы и самый вид человеческих тел. Не отличишь ни раба, ни господина его. 86. Ни безобразного от красивого. Как жнец пришла смерть и пожала все человечеству. 87. От матернего лона отторгла она младенцев. Из колыбели похитила детей. 87. Взяла юношей с поля и девы с теремов. Увела обрученных с брачного пира и обратила его в плач и сетование. 87. Бездыханными повергла новобрачных и разорила брачный их чертог. 88. Конец положила ликованием и песням и исторгла плачевные вопли. 89. Поспешала ему выйти из города и тут встретила и поразила его смерть. 89. Другой толкнул дверь. В дверь и смерть ответила ему из внутренности дома. 89. Иной проходил по стогнам и смертью и вдруг пресечено его шествие. 90. Другой приготовился в путь. Его отстала перед ним смерть. 91. Иной готовит пир, но смерть не дает ему повеселиться. 91. Другой бежала своего господина. Настигла его смерть и сделала свободу. 91. И где кого встретила смерть, там и приготовила ему могилу. 91. Обезлюдили и запустили домы, а могилы полные даже через край. 92. У всякого гроба отверсто пасть, а у всякого дома затворена дверь. 93. Не стало смеха на земле, исчезла там всякая радость. 94. Царствует там плач и воздыхание, усилились сетование и скорбь. 94. Болезненного пьет самая земля, и умоляет она Бога. 95. Повели, Господи, алчной смерти удержать опустошительную руку свою. 95. Я стала как вдова. Смертный объем из меня болезни. 96. Безлюдность делали с улицы, опустили необитаемые домы. 96. На улицах не слышно человеческого голоса. 97. По милосердию Твоему Господи. 97. Услыши и внемли жалобным криком бессловесных животных. 98. Гумно плачет о своем владельце. 99. Земледелец оставил работу свою. 99. Стадо плачет о пастухе. 99. Рассеяно, разогнано оно по горам. 99. Уныло ржет конь и горько плачет о своем господине. 99. Вот погибли наши нивы, потому что не стало земледельцев. 99. Плачет виноградники и луга, служившие пажитью скоту. 99. Заключи госпредверише Олу. 99. Загради зев смерти. 99. Запечатай уста гробам, в которых яростно зияет смерть. 99. Запустение царствует в домах. 100. Пустота на торжищах. 100. Смрадны стали жилища от болезней и струпов. 100. Полное зловоние торжища от мертвых тел. 100. И вне, и внутрь, и там, и здесь. 100. Повсюду царствует запах тления. 100. Смерть поставила у нас точила, о котором молва ходит по целой вселенной. 100. И в это точила ввергла она все земные народы и стоптала их, как грозды. 100. Не предадим, братья, забвению того, какой праздник составила себе у нас смерть. 100. Если бы и каменное было у нас сердце, и тогда должны бы мы были почувствовать, что постигло нас. 100. Да не будет с нами того, чтобы во время гнева нам плакать, а как скоро освободились от наказания, заставлять плакать сирот. 100. Не сегодня только будем милостивыми, а наутро закоснелыми ненавистниками. 100. Напротив того все и во всякое время с чистым сердцем будем умолять Бога, чтобы он удалил от нас губительную язву, и по милосердию своему удержал гнев свой, чтобы когда при конце придет он во славе, с ним вместе и мы вошли в чертог. 63. Нагубительную язву. Страница 635. Четвертый том Ефрема Сирина. 64. Какая теперь нужда повествовать о чем отдаленном? 65. Вот. Смерть нашла себе пажить в наших жилищах и пожирает всякий возраст. 66. Одним бичом гнева гонит она и отца, и матери детей, повергает на землю тела их и рассыпает их кости во гробе. 66. В объятиях у матерни умирают любимые ими дети. Младенцы вместе с породившей их утробы вянут, как цветы. 66. Безмолвно лежит матерь, на лоне у нее грудной младенец лобзает ее и ласкается к ней, играет ее волосами и плетениями их. 67. Клитит ей лепещущим своим языком, но она молчит, не поет ему колыбельных песен, не дает горячих лобзаний. 67. Клитит ей лепещу и лит — лопать. 67. Клитит ей ламон, а стоп. 67. Клитит ей ламон. 67. Клития ламон. 66. Клития ламон.